всем привет кризис это несоответствие старого качества новому возникает вопрос всегда ли новому качеству необходимо дать дорогу а если это брак а если это анти качество ему тоже нужно уступить место деградирующий человек ориентирован на максимально свободные условия жизни он пропагандирует вседозволенность ему все можно что хочется и нельзя осуждать тех кто позволяет себе то что им хочется кстати как вы думаете это принципы разрушения а может быть это принципы свободы ведь сейчас это именно так и позиционируется деградирующий не имеет авторитетов ему незнакомо чувство благодарности не к ближнему не к исторически дальнему тем не менее в древних обществах запреты были и они были священными все главные книги мира библия куран веды содержат их виде предписаний снятие или несоблюдение запретов может ли привести к разрушению самих основ жизнедеятельности общества к потере исторической перспективы государственной системы этнической системы в целом может быть нам не нужно придерживается искусственной среды этических норм может быть сразу возвести скотство в норму ведь что естественно то не безобразно можно ли сказать что массовый человек и деградант это синонимы так испанский философ социолог хосе артега и гасет не дает определение массового человека но описывает его как лишенного традиционных ценностей рассказывая об его идеях культуролог преподаватель мгу олег комков объясняет их так у человека массы редкостная неблагодарность ко всему что сделало возможным его существование его отличает чувство вседозволенности и признание лишь собственного авторитета самоудовлетворенность и непокорность в него заложена некоторая сумма идей в результате чего у него есть мнение он этим удовлетворен доволен собой и не намерен считаться ни с кем кроме себя наличие мнения у человека массы для артеги не служит признаком культуры так как она не опирается ни на ее принципы ни на дисциплину интеллекта философ также говорил о том что это признак не социальные не классовые а именно типологические и такой человек характерен для любого общественного класса связи со всем вышеперечисленным он констатирует что герои исчезли остался хор индивидуальность не вписалась в рыночек извительно поправит его в комментариях ведь индивидуальность должна служить массам и никак иначе на что как подметила зыкова в стать своей статье в новой философской энциклопедии артегий бы вам ответил так масса и культура исключают друг друга он также предупреждал что состояние массы может войти любой но не у каждого получается выйти из этого состояния я хочу привести пример по словам михаила петровского директора эрмитажа 2019 году около миллиона человек любовались шедеврами шедеврами мировой культуры в эрмитаже бесплатно в новогодние праздники музей побывало более ста тысяч человек были длинные очереди поэтому музейщики бесплатно поили ожидающих горячим чаем по подсчетам петровского всего раздали 20 тысяч чашек и вот в интервью он говорит цитирую как ни странно ни один человек не поблагодарил нас за это зато некоторые спрашивали а почему без сахара но тут видимо ничего не поделаешь менталитет у нас такой также он однажды в интервью рассказывал что годом ранее в эрмитаже как обычно проводились акции в этот раз одной из них была экскурсия для мам с колясками реакция на нее была негативной и социальных сетях развернулась настоящая травля пришедших и тоже цитирую его слова гадости такого уровня я не читал очень давно следовали сообщения из разряда сидите со своими орущими детками дома и на кой вы вообще сюда приперлись увы это пример нашего жутко озлобленного общества на безусловно толпы творят историю но одно дело когда толпа встроена культурный процесс преобразования пространства а другое дело когда масса не позволяет себя менять на корню обрубая любую инициативу партегии гассет любое общество делится на части это избранное меньшинство те кто ориентирует свою жизнь на служение высоким этическим ценностям их отличает требовательность взыскательность самосовершенствование это масса и такие отдельные особые представители человек масса усвоив как пользоваться последними новинками техники и считая прогресс гарантированным человек масса не хочет знать как строится цивилизация он будет просто потреблять короче говоря он критикует массу за то что то давит все непохожие личностное создавая продукты массового потребления и пишет следующее масса сминает все непохожие недюжинное личностное и лучшее культуру читает артеги всегда создавала культурное меньшинство поэтому она и становилась исторической ценностью вы согласны с ним или нет а для массы же работает индустрия удовлетворения потребностей и это не одно и то же что культура хоть она и притворяется и товаров становятся и средства массовой информации которые сейчас полны фейков и забываются за три-четыре дня они очень быстро портятся массовая культура помогает массовому человеку закрепить свои позиции они массовому указывает путь лишь в их строй ведь ключевая идея массовой культуры это погруженность в их пространство а их пространство это постоянно тиражируемые образцы поведения вас научат как вам себя вести в итоге у зрителя выключающего носитель весь мир оказывается пропущенным сквозь вот этот вот подобный культурный фильтр а что теперь делать то может быть становиться гедонистами ведь гедонизм по википедии это аксиологическое учение согласно которому удовольствие является высшим благом и смыслом жизни единственной терминальной ценностью тогда как все остальные ценности являются инструментальными то есть средствами достижения удовольствия получается что гедонистический тип мировоззрения нас спасет от деградации или туда только прятаться уходят как вы думаете жить для себя и плевать на все и всех кстати вы заметили что в массовой культуре сейчас наблюдается некая издевка в самой подачи такая памфлетность высмеивание даже там где этому раньше не было места в новостях новостных статьях журналистских видео что это это смех сквозь слезы это сатира как к этому относиться я еще помню времена когда такого не было опять же по рассказам людей старше меня до начала 80-х годов здесь уже поправьте меня или опровергните но социальная прослойка которую транслировали мат в массах средствах массовой информации устанавливала достаточно высокую культурную планку а после она уступила место бизнесменам авторитетом менеджера теперь микрофон у них кстати а где сейчас можно увидеть трансляцию норм общественного поведения здоровых отношений между людьми здоровых диалогов я что-то давно уже не вижу подскажите мне если знаете развитие человеческой цивилизации ведет нас к тому что культура перестает быть ведущим духовным принципом жизни происходит разложение моральных устоев утрата интеллектуальных ценностей интеллектуальных завоеваний вот именно это я имела ввиду говоря в первом видео о том что культура это базис но так уже мало кто считает а жаль на сегодня у меня все если у вас есть какие-то интересные комментарии по этому поводу пожалуйста оставляйте подписывайтесь на мой канал всем пока но так уже не забывайте подписывайтесь на мой канал всем пока 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 Продолжение следует...